Мы же вам уже представили этого роскошного коня. Базальт его зовут, но давайте еще раз людей представим. Виктор Голиков, ветеринарный врач, и Милена Зверева. Вот такой чудесной фамилией. Милена организатор турнира. Да, да. Поэтому, Милена, к вам вопрос. Первый вопрос. Что за турнир будет проходить 30-го числа? Ну, хочется начать с того, что это будет турнир по конкуру. Конкур это такой вид спорта. Он заключается в том, что всадник и лошадь преодолевают определенный маршрут с препятствиями. Подпрыгивает, да? Да, люди на лошадях будут прыгать через барьеры. Турнир этот был организован в честь Александра Ивановича Молева. Он был мастером спорта СССР. Он внес огромный вклад в развитие конного спорта Красноярского края. Он на территории Красноярского ипподрома создал школу для подготовки спортсменов и лошадей. До сих пор многие продолжают его дело. И в последующем этот турнир стал памяти Александра Ивановича Молева. Впервые он был проведен в 2010 году. Виктор, вопрос к вам. Но, насколько мы знаем... 12 раз уже проходил, получается. Нет, к сожалению, 12 раз этот турнир не проходил. В связи с рядом обстоятельств, в том числе и с пандемией, не могли организаторы собрать необходимое количество людей и сделать это мероприятие ярким. Но с этого года Милена планирует это мероприятие делать ярким ежегодно. Ежегодно? Может, даже потом и по два раза в год можно будет. Мы можем к этому стремиться. И в этом году, получается, в который раз он пройдет? Ну, здесь 2010-го... Ну, знаете, я вам хочу так сказать, последний раз он проводился в 2018 году. Ого, 4 года? Да, да. Ну, в связи с пандемией и еще всякими сложностями были пробелы. Да, сейчас мы хотим их восполнить. Милена, давайте об участниках. Кто принимает участие? Смотрите, участие у нас смогут принять все. Даже зрители в некоторых видах смогут принять участие. То есть можно без лошадей? Да, по порядку. Сейчас расскажу. Для всадников, спортсменов у нас будут маршруты для взрослых всадников, для молодых лошадей, для детей. Изюминкой наших соревнований будут именно командные соревнования. Каждую команду будут представлять три пары. То есть взрослый всадник на взрослой лошади, взрослый всадник на молодой лошади и ребенок на лошади. И по сумме трех зачетов будет определяться победитель. То есть им будут начисляться баллы и будет определяться победитель. Соревнования такого формата командного у нас, это единственные наши такие соревнования. Помимо этого, у нас будут и личные зачеты, где всадники уже будут выступать сами за себя. Будет открытый класс, где смогут принять желание участия все желающие, независимо от возраста лошади и возраста всадника. И традиционно для этого турнира у нас будет соревнование для детей на пони. Они тоже будут на пони прыгать через препятствия. А сколько вообще участников ожидается? Ну, смотрите, в 2010 году, когда турнир проводился впервые, насчитывалось 57 пар участников. Ну, пара – это всадник-лошадь, разумеется. Я думаю, сейчас мы этот рубеж превзойдем. Рекорд установим, новый рекорд. Круто. А зрителей? Ну, то есть, 4 года у вас была пауза, да, не проводилась. Наверняка сейчас многие захотят. Сможет ли принять… На ипподроме же будет все проходить. Сможет ли ипподром принять столько зрителей? Да, ипподром сможет принять столько зрителей. Еще вот хотелось бы добавить, что мы впервые в Красноярске проведем официальное соревнование по хобби-хорсингу. Это что? Хобби-хорсинг – это такие соревнования для детей. Они преодолевают тоже небольшой маршрут, но на игрушечных лошадях. Деревянники? Деревянные, да, с головой лошади. Сейчас это очень распространено во всем мире и продвигается с лозунгом «От игры к спорту». Здорово. Да, уже проявился очень большой интерес со стороны детей, уже поступило много заявок, а также любой желающий ребенок, который придет, сможет поучаствовать. То есть он впервые пришел на ипподром и он уже может себя почувствовать в роли всадника. Лошадку выдадите? Да, лошадку выдадите. То есть можно, если нет лошадки? Нет, можно, нет, да, лошадки будут выдаваться. Отлично. Давайте тогда теперь подробно. 30-го числа где, как, что, куда? 30-го июля, это будет суббота, на территории Красноярского ипподрома, это улица соревнований 20, в 11.30 начало. У нас заготовлено много локаций для наших гостей. Кафе, сахарная вата, мороженое, фотосессии с дрессированным пони. Будет бесплатное катание для детей на лошадях и на пони. Можно будет лошадку покормить, погладить, пообщаться. И, ну, я думаю, каждый найдет себе занятие там по душе. До какого часа? Ну, то есть если в 11.30 не получается вдруг, можно ли приехать чуть попозже? Да, можно. Мероприятие будет до 3-4 часов ориентировочно. Вместе с конкуром будут еще проходить ресисты и бега. Это традиционные испытания для ипподрома. То есть зритель сможет окунуться с головой практически во все сферы конной индустрии. Ну, раз мы сказали, то надо чуть-чуть расшифровать. Ресисты и бега – это на скорость? Да, да. То есть лошадь, запряженная в легкую упряжь, они бегут круг, определенную дистанцию, на определенную скорость. Это тоже очень зрелищно и людей привлекает. Это соревнования, то есть они конкурируют, но кто быстрее? Да, конечно. Да, у нас параллельно будет проходить конкур и бега. Есть что посмотреть, есть в чем поучаствовать. И детям, и взрослым. Мне кажется, что раздумывать надо ехать. Тем более, с 2018-го не было этого мероприятия. Друзья, сейчас нельзя упускать. И будем ходить теперь, благодаря в том числе и Милене, будем ходить на такое мероприятие. Вот так. Каждый год. Зазывает. Зазывает, да. Базальт тоже будет участником соревнований, поэтому нам бы, конечно, было очень приятно, если бы вы пришли нас поддержать. Лошади это чувствуют, можно всегда его погладить, похлопать по шее. Это добавит ему спортивный настрой и, я думаю, положительно скажется на выступлении. Ну что, Базальт, желаем тебе удачи в субботу. Ну и, конечно, благодарим Виктора Голикова, ветеринарного врача, и Милену Звереву, организатора турнира, что сегодня пришли вместе с Базальтом к нам, и мы смогли вам это все рассказать. Спасибо большое. Ждем. Спасибо.